Сибирское дерби баскетбольных клубов в Барнаул и Новосибирск полностью оправдало ожидание болельщиков. С самых первых секунд игра задала валидольный стиль. Первая четверть прошла в упорной борьбе 22-22, вторую хозяева проиграли 12-24, а дальше началось самое интересное. Новосибирск ввел в счете с отрывом почти в 20 очков. Но болельщики, которые в этот день были неудержимы и активно подгоняли хозяев вперед, можно сказать, подали Барнаулу легального допинга. Как итог, с минус 18 очков хозяева отыгрались и вырвали победу 80-77. Сразу был хаос, сразу были проблемы. Пришлось ввести коррективы и включиться в игру. Все это основное. Ребята играют нестабильно. Каждый раз, каждый раз это подтверждается, это напрягает. Пока мы еще не готовы к играм плей-офф, как я чувствую. Будем надеяться, что вот этих волн, вот этой нестабильности будет меньше, потому что мы способны обыграть любую команду. Сборная Алтайского края по кикбоксингу на чемпионате Сибири в Иркутске заняла второе командное место. В соревнованиях приняли участие 390 спортсменов из 8 регионов. Алтайский край представляли 68 файтеров из Барнаула, Бийска, Белокуриха, Тальменки, Зато, Сибирский и Камня-Наби. По итогу трехдневных баталий у нашей сборной 19 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей. Победители и призеры теперь отправятся на первенство России. Оно состоится в мае в Дагестане, а чемпионат России пройдет в конце ноября на Кузбассе. Нашу команду на турнире отличали сплоченность и высокий боевой дух. В командном зачете сборная региона заняла второе место, уступив лишь красноярцам. И в завершении о футболе. Местная Динамо отправится на сборы в Новороссийск у побережья Черного моря. Команда проведет 10 дней и сыграет ряд товарищеских матчей. А уже в апреле стартует сезон второй лиги, где барнаульцы первые два матча сыграют на выезде, а первый домашний пройдет 27 апреля. В соперниках молодежка из Нижнего Новгорода. Дмитрий Дроздов, день с толком.